здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас наши дорогие подписчики мы любим вас и мы благословляем вас и сегодня я приветствую вас на нашей рубрике которая выходит по пятницам ангельская терапия эта рубрика эта возможность для нас услышать советы напутственные слова и водительства и направления от наших небесных помощников потому что у каждого из нас в нашем поле с момента нашего зачатия находятся наши ангелы-хранители наши ангелы-наставники и они хотят участвовать во всех сферах нашей жизни они хотят чтобы были успешными они хотят чтобы были здоровыми и жили в благополучии но мы часто не слышим их советов наставлений из-за суеты и беготни из-за ответственности которые сталкиваются на нас и эта рубрика это как раз возможность остановиться настроиться на их советы и наставления и услышать то что они хотят нам передать на этой неделе дорогие я верю что сегодняшний совет это будет ценным важным нужным и актуальным советом на этой неделе потому что они знают через что вы проходите и в чем вы нуждаетесь они так сильно любят вас вы даже себе не представляете как сильно не вас любят они никогда вас не оставят они никогда вас не предадут они никогда вас не поставят на воскрес потому что их любовь она чисто бескорыстная и искренняя это божественная любовь о дорогие ангелы проговорите скажите то в чему нуждаемся на этой неделе мы нуждаемся в вашем водительстве наставлении в этих инсайтах озарениях мы ожидаем и на этой неделе выпадает совет от ангелов возрадуйся ангелы говорят радость неиссякаемый источник силы мудрости и вдохновения ангелы говорят возрадуйся потому что в радость когда мы радуемся мы открываем источник силы когда мы радуемся мы открываем источник мудрости когда мы радуемся мы открываем источник вдохновения возрадуйся другие дорогие ангелы говорят нам о том что нужно бороться за радость ангелы сегодня говорят о том что чтобы начали относиться к радости как капиталу вы заметили Мы никогда, знаете, так не думаем, что относиться к радости как к капиталу. Но если вы внимательно вспомните и то, что было с вами, вы заметите, что когда вы радостные, вы сильные. Что когда вы радостные, у вас вдохновение. Что когда вы радостные, вы мудрые. Что когда вы радостные, вы уверенные. Поэтому начните ценить радость. Начните хранить свою радость как ценный драгоценный сосуд, как ценный драгоценный цветок, за которым нужно ухаживать. Не относитесь к радости как к самому собой разумеющемуся явлению. Радость это очень сильная вибрация. Радость это очень сильное состояние. Когда ты радуешься, ты сильный. Когда ты радуешься, ты мудрый. Когда ты радуешься, ты непобедимый. Когда ты радуешься, ты уверенный. Когда ты радуешься, ты позитивный. У тебя есть вдохновение, у тебя есть инсайты. Ангелу говорит, начни радоваться и возрадуйся. И чтобы войти на эту волну радости, начни благодарить и выражать признательность Творцу и жизни за все, что у тебя есть. Ищи каждый день повод радоваться. Радуйся простым вещам, той чистой воде, которую ты пьешь. Радуйся воздуху, которым ты дышишь. Радуйся пищей, которую тебе посылает наш любящий источник Всевышний. Радуйся, что у тебя есть родные и близкие. Радуйся, что ты смотришь Михаила Агеева. Радуйся, что ты знаешь Бога. Ангелы говорят, возрадуйся. Ищи повод радоваться. Фокусируйся на радости. Акцентируйся на радости. И храни ее, и возгревай ее в своей жизни. Возгревай. Ухаживай за своей радостью, как за дорогим растением. И тогда радость распустится и начнет благоухать. И все твои сферы жизни начнут меняться. Возрадуйся. И чтобы закрепить действие этого совета, напишите под этим видео короткую молитву-активацию. Дорогие ангелы, научите меня радоваться. И научите меня находить повод для радости в простых вещах, с которыми я столкнусь сегодня. Ангелы говорят, возрадуйся, и ты будешь благословен. Возрадуйся, и ты будешь силен. Возрадуйся, и ты будешь мудр. Возрадуйся, и ты будешь вдохновлен. Дорогие, я благословляю ваших родных и близких, ваши семьи, ваших отцов и матерей, ваших дедов. Будьте благословены Творцом.